Доброе утро! Это может помочь двинуться к цели, да, и даже способствовать этому, и также может и привести к апатии, даже к депрессивному состоянию. Поэтому к выбору оттенка нужно относиться и цветов, да, тем более нужно относиться очень серьезно и не исключать их влияние из своей жизни. Вот если начать нашу беседу, допустим, с квартиры, если коротенечко пробежаться, какой цвет должен быть в кухне, в спальне, в зале, в коридоре? Все зависит от задачи, которую мы перед собой ставим. Кухни есть, в спальне спать, вот такая вот задача. Ну смотрите, если мы смотрим на зеленый цвет, я, наверное, рекомендовала все-таки зеленый, особенно если девушки стремятся к похудению, потому что зеленый цвет, это цвет... Странник, не разжигает аппетит. Это цвет ригидности и постоянства, и если вы собираетесь идти к какой-то цели, и у вас долговременные планы, долгосрочные, да, какие-то планы, то зеленый цвет должен присутствовать в вашей жизни, и если вы вдруг приняли решение сидеть на диете, вот зеленый цвет можно прямо на кухне где-то вот таким большим пятном расположить, для того, чтобы он помогал вам идти к этой цели. Диета закончилась, цвет другой. Ну красный, как известно, аппетит разжигает, поэтому можно лишнего наесться, если будет красный. Красный цвет я рекомендую с утра расположить в своей жизни, для того, чтобы посылать определенный импульс головному мозгу об определенной активизации, готовности действовать. Вот вы сегодня в красном. Ну да, я готова действовать. Активное утро, да. Да, и зрителям всем тоже. А что касается сезонов, вот сейчас осень, и осень, она обычно на картинах красивая, яркая, да, а в жизни в городе мы знаем, что осень это серость и паспурная погода. Да, и здесь, конечно, люди как хамелеоны, они подстраиваются. Летом мы все-таки красочные ходим, да, в разных оттенках. А осенью серые и черные. А осенью мы, да, нужно себя активизировать и поддерживать, и как-то стимулировать к этой активности, потому что все вокруг угасает, да. А мы вот как хамелеоны подстраиваемся под эти серые оттенки и тоже становимся серыми. Поэтому для того, чтобы себя поддержать все-таки в тонусе, я рекомендую выбирать яркие оттенки, особенно в этот осенний период. Но есть две причины, почему не выбирают яркие оттенки. Первая, это потому что стесняются, ну, выделиться, да, переходя даже дорогой. Второй, наверное, самый такой внушительный. Практичность. Практичность, экономия на химчистке и стиральной машине. Потому что не все вещи можно стирать, да, нужно специализированные места их уносить, чтобы их не испортить. Но в любом случае яркие цвета – это хорошо и летом, и осенью, и зимой. Правда, Женя? Ну, яркие цвета – это здорово, особенно в тот момент, когда все вокруг серое, и вот требуется все-таки себя как-то поддержать в тонусе, в хорошем состоянии. А не могут ли цвета стать причиной чрезмерной перевозбужденности? Вот если мы говорим о детях, например, да, если родитель знает, что у него ребенок и так активный, имеет ли смысл покупать ему, не знаю, пеструю шапку и пуховик ярких цветов? Замечательный вопрос, потому что темные оттенки, они позволяют гиперактивным деткам прийти в норму. Особенно на это влияет синий оттенок. Но здесь нужно быть осторожным. Родители, когда это слушают, сразу бегут, думают, так, детскую я сделаю, и все в синий. Одежда тоже такого же цвета. И если переборщить, то это может привести в депрессивное состояние. Тем не менее, если у ребенка присутствует гиперактивность в жизни, в его активности, в его проявленности, то требуется больше таких приглушенных, спокойных оттенков, типа темно-синего, синего, черного, для того, чтобы он был в нормальном состоянии, спокойно. А как же с помощью цветов могут манипулировать нами маркетологи, продавая и двигая свои товары? Вот я сейчас сидел, вспоминал, что не могу вспомнить ни одну упаковку черного цвета, например. Ну, обычно элитные продукты, допустим, пшеница, собранная руками аборигенов каких-нибудь южноамериканских. Как здесь? Потому что яркие-яркие-яркие, везде цвета. Да, конечно, маркетологи, они знают о том, что очень часто мы принимаем решения, и окончательные решения зачастую бывают, мы опираемся на какой-то цвет или яркость того продукта, который мы принимаем. Ну и потом, вот, индустрия одежды, обратите внимание, заранее вводится какой-то новый цвет, да, для того, чтобы шла продажа, может быть, моделей немного измененных, но цвет сейчас в тренде. Мне, может быть, эта кофточка не нужна, но новый цвет все вроде покупают. Цвет факт, например. Как юбки кораллового цвета одно время. Да, конечно. И оттенками, естественно, можно повлиять, учитывая, что мы не осознаем, что цвет так влияет на принятие нашего решения, можно повлиять на значительной мере при продаже определенного продукта. Ну, хорошо, последний вопрос, и все. А когда говорят, что, допустим, Вася говорит, мой любимый цвет, там, голубой, я говорю, мой любимый цвет, синий, там, у кого-то зеленый, это что значит? Это нам более приятен цвет, в отличие от всех остальных, или нравится? Ну да, по тому, как вы выбираете цвет, можно вообще определить, кто вы есть, как вы сейчас живете, и что вами движет. И в этом случае я предлагаю, прям, можно погрузиться нашим зрителям в эту тему, обратить внимание на тест, цветовой тест Люшера. Ой, у нас же тест есть. Да, запомните это название, цветовой тест Люшера, его можно найти в интернете, в доступе, открытом. Что он позволит понять человеку? Вот, он состоит из цветов, вам нужно будет просто выбрать в приоритете, какие цвета вам больше всего нравятся, и вы увидите, насколько четко будет интерпретация вашего сейчас состояния. Это про эмоции, про ваши цели, движения, и через этот тест можно как раз увидеть и скорректироваться. То есть это многоразовый тест, под настроение, а то дня в день, да? То есть это не какая-то... Это такой очень серьезный метод диагностики, который позволит определить неосознанные импульсы и стремления, настроения, и то, что сейчас мешает, может быть, останавливает, и то, где нужно скорректироваться, и, может быть, где-то поправится для того, чтобы быть более счастливым в этот период. Тест Люшера. Запомните это название, найти его можно в интернете без труда. 6 часов 54 минуты на часах мы благодарим нашего гостя, эксперта, психолога Оксану Онищенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok